Друзья, привет! С вами Пётр Зинюк, канал Ремонт Рено. Сегодня мы поговорим о том, чем отличается моторное масло ELF 5W40NF от 5W40SXR. Сравним масло NF и SXR по параметрам, характеристикам и одобрениям международных производителей. Зайдем на официальный источник elflab.ru и в разделе каталог, все смазочные материалы, зайдем на масла, которые нас интересуют. Вот я вывел для удобства, чтобы видно было для сравнения. Кстати, все пруфы будут в описании с ссылками на источники, где я искал информацию, потому что это тоже важно. Итак, вот именно по применению. Это то, что заявляет производитель. И у того и у того параметры в принципе одинаковые. Единственное, у SXR почему-то основная рекомендация для дизельного двигателя с турбонадум или без него. А у NF рекомендуется для всех бензиновых и всех дизельных и с турбонадумом без двигателя. Но тут важное замечание не оборудованных дизельным сажевым фильтром. Это для дизелей касаемо. Также для эксплуатации во всех режимах, особенно экстремальных. У NF в особо сложных условиях, у SXR в особенно экстремальных условиях. Также для всех стилей и типов вождения, особенно для спортивной езды и гонок у того и у того. И у того и у того специально разработан для соответствия требованиям производителей двигателей. Тут в принципе все одинаково. Единственное, они отметили у SXR что для дизельных. Не знаю почему. Перейдем теперь к спецификациям и одобрениям. У SXR одобрение АЦА А3Б4, у NF также АЦА А3Б4. Что такое АЦА? Это Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей. Здесь перечень производителей, которые входят в эту ассоциацию. Среди них есть также Renault, Peugeot и так далее. То есть это классификация Ассоциации Европейских Производителей. И она у SXR и у NF одинаковая. А3Б4 у того и у того. То есть тут полное равенство. Следующее одобрение это АПИ. Не путать с АПИ в IT. Здесь одобрение у SXR SNCF, у NF SLCF. АПИ это Американский институт топлива, если проще. Занимается разработкой и спецификацией стандартов и классификаторов моторных масел для двигателей. Стандарт SN в АПИ это довольно-таки современный стандарт. Его утвердили в 2010 году. Оно больше настроено на энергосбережение и на машины с нейтрализирующими выхлопами. В частности для дизелей с сажевым фильтром. Там по экологичности больше допусков. Стандарт SL, который в NFC используется. По сути это все то же самое. Оно практически для всех моторов, которые используются в 21 веке. По-моему там для двигателей до 2004 года. В том числе для турбированных дизельных моторов. Также экологичные, энергосберегающие. Единственное просто оно было раньше утверждено. В 2004 году вот этот стандарт SL. Спецификация CF у них одинаковая. Это спецификация для дизельных моторов. В принципе ее подробно рассматривать нет смысла. Вот. Следующее. Это уже одобрение производителей. Вот здесь есть такая лакмусовая бумажка для многих. Кто говорит, зачем вы используете NF? Мы в основном используем NF конечно же. Во-первых оно подешевле. Тут мы просто не видим смысла переплачивать. А во-вторых изначально, когда мы начали заниматься вообще автомобилями. Там в 2006 году. В основном было NF масло. Потому что стандарт SN он появился только в 2010. И мы видели, что с движками на масле NF, что они отлично работают. Если чаще менять масло. Или хотя бы как положено. То вопросов не было. И когда масло SXR появилось. Они сделали такой важный маркетинговый ход. Они дали одобрение. Реновцы дали одобрение. RN710 и RN700. Причем эти стандарты в основном были больше на турбированный бензиновый и дизельный двигатель без сажевого фильтра. Причем у NF есть допуски производителей. Volkswagen 502, 505, Porsche A40, Mercedes-Benz 229.3. Причем последнее одобрение включает в себя и AMG моторы. Многие мерседесские. То есть, если NF себя прекрасно показывает в AMG моторах, то почему его нельзя использовать в топорных реножных двигателях? Ну, пускай там нету допуска Рено. В этом нет ничего страшного. Следом, при спецификации от Эльфа показаны какие особенности масла. Тут тоже очень все похоже у SXR и NF. Можно увидеть превосходная защита двигателя. Исключительная частота и там, и там. Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению. Быстрое смазывание. И последнее, что соответствует требованиям производителей. Относительно широких интервалов замены. Собственно, здесь мы видим, что они практически идентичны. Эти масла отличаются только стандартом SN и SL. Еще раз напомню, и SN, и SL это актуальные на сегодняшний день одобрения. Но SN просто с 2010 года был принят, так как нормы евро и экологичности увеличиваются. И на выхлоп эти нормы также распространяются. А масло, участвуя в работе двигателя, все равно выходит в выхлопе. Так или иначе, в малых объемах продукта сгорания масла. Поэтому экологичность повышается, соответственно, появляются новые одобрения и требования. Вот SN это более свежее. У ENF нет одобрения REN 710. Это я считаю, это мое личное мнение. Хочу отметить, что это просто маркетинговый ход. Когда у вас есть выбор масел, то есть не вот только одно ENF, человеку проще выбирать, когда у него есть выбор. Как бы это банально не звучало, но это так. Так, перейдем теперь к характеристикам химическим, я их так называю. Это уже параметры, которые производитель масла указывает обязательно. Это важная характеристика. Итак, слева у нас SXR, справа ENF. Метод, есть международные методы, замеры вот этого параметра, чтобы у всех были одинаковые, и каждый не был кто во что гораст. Значит, плотность при 15 градусах по Цельсию. У SXR 855, у ENF 854. Одна единичка восьми сотых, это очень маленькая разница. Вязкость при 40 градусах по Цельсию. Она измеряется в квадратные миллиметры в секунду. У SXR 90, у ENF 87. Вязкость при 100 градусах 14,7-14,3. А температура застывания минус 42, минус 36. Соответственно, где у кого более тяжелый климат, лучше, конечно, SXR использовать. Тут вот здесь явно видно. 6 градусов, большая довольно-таки дельта. Температура вспышки у них практически одинаковая. Щелочное число точно одинаковое. И у SXR еще есть индекс вязкости. Вот такое значение. Мне кажется, в ENF его нету, потому что все-таки у ENF одобрение SL, а у SXR SN. Там, скорее всего, для этого одобрения нужен еще, чтобы был индекс вязкости. То есть, друзья, по сути, масла абсолютно одинаковые. Только вот по минусовой температуре. У нас в Самаре мы ниже минус 35 вообще не рекомендуем запускать двигатели. Ну, это все, в общем, что я хотел сказать. Это важно. Это просто именно параметры, а не какие-то разглагольствования. Обязательно все пруфы я оставлю в описании. Если ролик был полезен, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментарии свои мысли. Мне тоже интересно. Каждый день нужно учиться чему-то новому. И подписывайтесь на канал. Всем счастливо.